Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в Garry's Mode, который интегрирован в Boneworks. Это не просто карта, как может показаться на первый взгляд. Помимо привычных плит, которые ограничивают пространство, здесь есть также и функционал. Ну и, конечно, всё те же текстуры, знакомые до боли для многих, кто провёл много времени в этом пространстве и в целом в Garry's Mode. Здесь узнаваемых объектов много. Но давайте сначала ознакомимся с функционалом. Дело в том, что здесь можно сменить время суток с помощью вот такого дополнительного меню. Плавный переход и уже вечер. Можно наслаждаться закатом и времяпровождением в целом. Можно здесь отпуск устраивать. Мне кажется, отличное расположение, местоположение для отпуска. Так, я что-то уже начал доставать. Ну и, конечно же, мы можем сделать ночь. При этом Skybox, опять же, симпатичные звуковые эффекты, как вы слышите, обменяются. Плит практически незаметно. И я на время забываю, что ты скован. Что ты здесь в качестве подопытного в этом виртуальном мире. Хотя немного напоминает Подмосковье. Там что-то светится. Я предлагаю чуть попозже изучить. Ну и также, как вы видите, дополнительные световые эффекты появляются. Уж не знаю, как в оригинале. Может быть, там тоже включается свет, дополнительное освещение. Но, честно говоря, мне кажется, там более низкое разрешение Skybox. С другой стороны, в Garry's Mode вас никто не ограничивает. Skybox вы можете менять, как вам угодно. Так, ну что ж, подходим сюда. Давайте снова сделаем день. И также у нас здесь есть меню включения и отключения воды. Чтобы это не значило. А, ну, судя по всему, мы можем осушить небольшой водоемчик. Да, и затем вернуть воду. И здесь вроде как даже симуляция воды есть. Насколько это возможно реализовать, конечно. Также мы можем спавнить бочки, на которые мы уже смотрели. Взрывные бочки и грави-пушку. Здесь она тоже присутствует. Полностью функциональная, к сожалению. Когда я нахожусь в этом меню, я притягивать ничего не могу. Здесь также звуковое сопровождение. Мы смотрели на этот мод, но здесь он более доработанный. Ну, вроде как. Да, собственно, мы можем перемещать объекты. И затем эти объекты выпускать стреляем. Бочка при соприкосновении, конечно, не взрывается здесь. Но, тем не менее, швырять таким образом объекты мы можем. Так, и, судя по всему, у меня эта ячейка была занята. Давайте возьмем грави-пушку. Эти звуки невероятны. Так, ну что ж, с этим закончили. Также здесь есть настройка. Настройка нашего персонажа. Здесь есть настройка роста. Настройка пола. И также изменение передвижения. Можете настроить под себя, не заходя в меню самой игры. Как дополнение ко всему. Так, ну что ж, я предлагаю заспаунить небосген. И для начала осмотреть эту карту. Привычные спаунеры, которые мы можем найти в песочнице. Такая небольшая интеграция. Можем заспаунить абсолютно любого персонажа. Нативного, который присутствует в игре. И затем сбросить, например, в это озеро. А заодно и посмотреть, что с ним будет. Да, действительно, симуляция, смотрите, жидкости есть. Он как будто в масло скорее упал. В какую-то густую жидкость, в кисель. Но, тем не менее, таким похвастаться сама игра не может. Вот, как вы думаете, он где-то глубоко на дне. Это проживает, так сказать, на дне. Да, смотрите. И он даже бегает здесь. Спокойно перемещается. Скорее всего, здесь ограничений никаких нет. Да, вода нас даже не замедляет. Так что поплавать не получится. Но, тем не менее, визуально здесь какая-то симуляция есть. Kind of. Так, ну что ж, замечательное здание. Умели же строить, умели же строить. Какая красота. Смотрите, давайте поднимемся наверх. Посмотрим, есть ли у этого здания коллизия. Да, мы можем забираться также и на высотки, на дома. И здесь как будто карбоновая какая-то пленка. Выглядит, конечно, необычно. И также на этой крыше что-то есть. А это, скорее всего, бочка, которую я швырнул. Я уже думал, какая-то микропасхалочка. Я все летаю в надежде на то, чтобы увидеть что-то сокрытое здесь. Прекрасный балкончик. Также вот здесь уже с освещением все более-менее нормально. Хотя никаких ламп нет. Здесь гораздо светлее. Теперь вы можете шастать по заброшкам и виртуальной реальности. Разве это не замечательно? Такая возможность. Не нужно ее упускать. В конце концов, это место вы всегда можете оживить вашими друзьями. Единственными. Ботами. Прямо на копчик приземлился. Я думаю, с ним все в порядке. В конце концов, в этом мире мы можем делать все, что угодно. Видите, я же говорил, ему высота не страшна. Вас ограничивает ваша фантазия. Можно и в боулинг поиграть. Что-то, конечно, он недалеко полетел. Наверное, надо схватить как-то поувереннее за спину или за голову. Я думал, швырять мы людей сможем похлеще. Ой-ой, ребята, извините. Извините, это была случайность. Случайно толкнул. Бомбочкой. Красиво. Просто аквапарк здесь. Какие сальто они могут устраивать. Ты стоял на грани, дружище. Я тебя спас. Тебе повезло. Ой. У них там наверняка вечеринка. Я как будто камешек швырнул. Но, похоже, у них там тусовка. Ладно, давайте одним глазком посмотрим. Нифига себе, они прыгают. Может, все-таки вода позволяет всплывать? Не, не похоже. Как бы я ни старался. Просто крабы ловкие. И высоко могут подпрыгивать. Так, ну, я вижу, им здесь весело. Давайте попробуем взорвать бочки под водой. Но сначала нам потребуются патроны. Патроны можно добавить, на самом деле, не выходя из карты. Если вы зайдете в изи-меню. Здесь есть много параметров, которые вы можете изменить. Так, теперь у нас есть патроны. Давайте попробуем взорвать пару бочек под водой. И посмотрим, как это будет все визуализироваться. Когда дно будет полностью состоять из бочек, я уж наверняка не промахнусь. Поверьте мне. Так, ну, этого, я думаю, достаточно. Затем мы берем что-нибудь более скорострельное. Например, на МП-5. Никакой реакции. Ну, неудивительно, наверное, они все-таки глубоко под водой. Может быть, если рядом с поверхностью где-то установить бочку. Давайте вот здесь попробуем. Может быть, от взрывной волны все-таки какой-то будет эффект. Но, честно говоря, сомнения есть на этот счет. Да, только когда осколок влезет в воду, у нас есть эффект. Путешествие, конечно, будет коротким, скорее всего. Учитывая то, что карты все-таки маловато. Он уже глубоко на дне. Честно говоря, я вообще его не вижу. Не знаю, куда делся. Он, видимо, сделал сальтуху и куда-то улетел. Или остался по-прежнему в нашем корабле. Но я не вижу и следов. Похоже, это таинственное исчезновение. А, нет, вот он. Да, он действительно остался. Странно, мне, когда мы падали, мне казалось, что он куда-то улетел. Видимо, он упал ко мне в ноги. Что ж, он останется здесь, глубоко на дне. Когда через сотни лет, или, возможно, тысячи, его достанут и будут собирать эти кусочки истории. Кстати, у нас есть подходящий NPC. Пусть остается тоже на дне. На этом закончим. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Продолжение следует...